Проблема обеспечения безопасности дорожного движения остается актуальной. От эффективного решения данных вопросов, создания действенных механизмов профилактики дорожно-транспортных происшествий во многом зависит порядок на дорогах, а значит жизни и здоровье людей. В среду в зале администрации района под председательством главы Кашхабского района Заура Хамирзова состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В работе заседания приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев главы сельских поселений, депутаты СНД, руководители структурных подразделений администрации района, общественные организации и СМИ. Межведомственная комиссия проводится раз в квартал и включает в себя наиболее актуальные вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. Так, о состоянии аварийности на дорогах регионального и муниципального значения и принимаемых мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» доложил начальник ОГИ БДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский. За два месяца 20-го года на интервьюзоре Кашхабрского района на регистрации два дорожного транспорта происшествия, при котором два человека телеполучили чрезвычное повреждение. В прошлом году у нас было 94 дорожного транспорта происшествия, два человека погибло и два человека получили чрезвычное повреждение. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобили на дороге» в указанный период организованно и проведено действие информационных как пропагандистские мероприятия по профилактике ДТП и снижению тяжелых последствий, таких как интернет-заводитель, пешеход, решение грузовик, детская профессия, энергетические мероприятия. При проведении данных мероприятий выявлено 27 административных правонарушений на рассмотрение в мировом суде на праве 20 материалов, взятых действий в детском местоперении. Для наиболее эффективной пропаганды безопасного движения при проведении профилактических мероприятий приглашаются представители власти, управление образованием, СМИ, сотрудники отдельного батальона ГИБДД, АВД по республике Алигеи, общественная организация, волонтерские отряды, общественность, где они также участвуют в проведении беседы профилактического характера с участниками дорожного движения. В частности, Азамат Курашинов отметил, что серьезный акцент в работе ГИБДД делается на пропаганду безопасности дорожного движения. И здесь пропагандисты стараются охватить как можно большее количество аудиторий и привлечь к разъяснительной работе молодежь и общественность. По окончании выступления депутаты задали докладчику немало вопросов. В основном они касались несоответствия ГОСТу ранее установленных искусственных неровностей на некоторых улицах райцентра, установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и так далее. Начальник ГИБДД на все вопросы дал разъяснительные ответы. Далее о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории района, и качественном содержании данных дорог рассказал генеральный директор акционерного общества Кашхабльский Дарсу Махмуд Хатков. В своем докладе он подробно остановился на тех задачах, которые предстоит решить в текущем году. В этом году в рамках проекта «Безопасная и качественная автомобильных дороги» у нас два участка. В данный момент и были подготовки к ремонту. Гружба Герухай протяженностью 1,4 км 475 метров. И второй объект в рамках «Безопасная и качественная автомобильных дороги» национального проекта поселок Комсомольский протяженностью 1,265 км. За счет республиканского бюджета, за счет средств республиканского бюджета в этом году у нас предусмотрен ремонт покрытия проезжей части автомобиля дороги Майкоп-Яйодинская, Псебазия, Чувская, Грачевская, 121-122 км. Это 0,5 км промежутки населенного пункта Казена Кужорский. И второй участок 1,5 км от населенного пункта Казена Кужорский до подъезда село Гольное. Далее, за счет средств республиканского бюджета у нас ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги Кашхабль-Курганинск. В общем итоге 2,94 км от моста реки Псерыш до границы Краснодарского края в сторону города Курганинск. Далее, по наружному освещению у нас 3 участка. Это прилегающая территория села Антырбова, устройство наружного освещения по автомобильной дороге Майкоп-Яйодинская, Псебазия, Чувская, прилегающая территория поселок Майский, устройство наружного освещения по автомобиле дороги Беловечная-Яйодинская, Дружба, прилегающая территория поселок Дружба. и устройство наружного освещения на основании дороги Кашхабли-Наревских, Бечевсиль, прилегающей территорией Алташхабы. Это планируется все в 2020 году. В ходе заседания рассматривался вопрос о проделанной работе по взысканию штрафа в области дорожного движения за 2019 год, а также за период с 1 января по 1 марта текущего года. Значит, предвидимым исполнением Кашхабовского районного отдела судебных приставов ФСП России по республике Адыгей находилось 9069 исполнительных производств об взыскании административных штрафов в области дорожного движения на сумму 11 млн 733 тыс. рублей. Аналогичный период 8 479 исполнительных производств на сумму 12 млн 595 тыс. В том числе, постановление судебных органов так называемых пьяных штрафов 144 на сумму 4 млн 320 тыс. Аналогичный период 173 исполнительных производства на сумму 5 млн 190 тыс. Постановление органов ГИБДД 8 925 исполнительных производств на сумму 7 млн 413 тыс. рублей. Аналогичный период прошлого года 8 306 исполнительных производств на сумму 7 млн 405 тыс. рублей. Постановление судебных органов по пьяным штрафам 67 исполнительных производств на сумму 2 млн 10 тыс. рублей. Аналогичный период времени 78 исполнительных производств. То есть то же самое наблюдается тенденция снижения введения совершения административных правонарушений поступлений к нам именно по пьяным штрафам. В результате принятия мер окончено и прекращено 5 868 исполнительных производств на сумму 7 млн 66 тыс. рублей. Что составило 64,7% от общества количества исполнительных производств находившихся на исполнении. Как в аналогичном периоде прошлого года было окончено 5 тысяч на сумму 7 млн или 60% от общего числа находившихся на исполнении. Глава Кашхабского сельского поселения Хазрет Борсов в своем выступлении отметил, что проводится профилактическая работа с лицами, решенными водительских прав о недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день в администрации Кашхабского сельского поселения создана комиссия, которая проводит ежеквартальные мероприятия по приглашению тех людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Таких на сегодняшний день у нас в Кашхабском сельском поселении, по данным ГИБДД, которым мы свою информацию сравнивали, у нас их на сегодняшний день 16 человек. Из 16 человек, мы 8 человек предупредили, из них фактически припало 2 человека. Все, что мы им сказали, они это все нормально воспринимали. Я думаю, что такая практика необходима и дальше проводить, потому что я считаю, что это действенно, влияет на тех людей, которые управляли транспортными средствами в состоянии. По последнему вопросу повестки дня об исполнении мероприятий Дорожного фонда на 2020 год выступили заместитель главы района по строительству архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов и начальник управления финансов Аслан Дагужиев. По итогам работы комиссия по безопасности движения приняла ряд решений. Глава района попросил все заинтересованные стороны отнестись не просто формально к принятым сегодня решениям, а со всей полнотой ответственности. Следует отметить, что заседание комиссии прошло в формате живого общения.